И позвольте доложить второй клинический случай. Это больная раком шейки матки 2-й стадии, 3-й стадии Т2БН1М0. Пациентка обратилась к нам в институт, это пациентка 48 лет, после первичного обращения в гинекологический статканар по поводу выделений из половых путей с неприятным запахом в течение двух месяцев уже к моменту обращения и контактных кровянистых выделений. Собственно говоря, месячные 16 лет из анамнеза, в анамнезе 4 беременности, 2 родов и 2 беременности, которые завершились прерыванием. При клиническом осмотре в зеркалах экзофитная опухоль, исходящая из шейки матки до 5 см, до уровня средней третьей влагалища легко кровоточить при контакте с некротическими, при контакте. Также отмечаются массивные некротические наложения по поверхности. И, кроме того, отмечается инфильтрация левого бокового параметра. Это крайне важный момент, немножечко попозже об этом. Морфологически процесс был верифицирован как умеренно дифференцированный орогевевающий плоскоклеточный рак. По результатам инструментального обследования, почему мы контролировали оценку локального контроля инструментально, осуществлялась эхографическим методом, станет яснение немножко позже. По данным УЗИ, матка размерами 51,42 на 49 мм. В полости матки патологические образования не визуализируются, яичники не изменены. Шейка матки превращена в гипоэхогенное образование размерами 48 на 39 мм. И справа в проекции общих подвздошных сосудов визуализируется гипоэхогенное солидное образование 30 на 24 мм. Эхографически высказано подозрение на метастазах правых подвздошных лепатических узлах. При контрольном обследовании УЗИ брюшной полости и рентгенологическом обследовании грудной клетки данных за отдаленное метастазирование мы не получили. Был сформирован клинический диагноз рак шейки матки СИТА-2БН1М0. Какова же оптимальная тактика лечения у этой пациента? Это выполнение радикального курса химиолучевой платино-содержащей терапии и брахиотерапии, проведение радикального курса химиолучевой платино-содержащей терапии и брахиотерапии после выполнения тазовой и параортальной лимфодисекции как этапа хирургического стандирования, выполнение неодевантной химиотерапии с последующей сочетанной лучевой терапией, выполнение неодевантной химиотерапии с последующей радикальной операцией и одевантной лучевой терапией, либо проведение неодювантной химиотерапии, химиолучевой терапии с последующим хирургическим лечением и продолжением одювантной лучевой терапии. Будьте добры, голосуем. Ну, я так понимаю, что я уже потихоньку онлайн голосую. Аудитория проголосовала, да? Ну, как вы видите, аудитория считает, что более оптимальной тактикой лечения является проведение радикального курса химиолучевой платины, содержащей терапии, бракетерапии после выполнения тазовой и параортальной лимфоденоктомии как этапа хирургического стадирования. Продолжение следует...